Похлопать, я видео включил. Закончился форум ВидМК. Спасибо организаторам, все прошло на высшем уровне. Очень было приятно выступать. Публика благодарная, задает вопросы. Вроде тоже какие-то полезные штуки рассказали, познакомились с кучей народу. И вообще все было очень круто. А что скажешь, что думаешь? Ну, мне тоже все понравилось. Много интересных знакомств, интересных выступлений, которые было приятно слушать. В том числе вот это выступление. Тоже было хорошо. Мы сейчас оставим нарезочки из прямой трансляции, несколько, а также маленькие интервью у двух специалистов, которые расскажут о примерах и о стратегии видеомаркетинга. То есть, с чего вам начинать внедрять видео в ваш бизнес. Ну, давайте начнем с задачи, что нам, короче, нужны прям срочно продажи. И, допустим, у нас такой специфический бизнес, у нас, ну, хотя ладно, бизнес не специфический, давай просто, давайте просто, нам нужны продажи. Ну, здесь я бы рекомендовала использовать видеорекламу, а именно рекламу на ютубе. Там, с призывом к действию, с последовательностью роликов, возможно, с применением дополнительных рекламных инструментов, таких как контекстная реклама, либо, там, догонять еще КМС. Плюс ко всему, тоже нужно смотреть, что это за сфера, что за ниша, возможно, была бы достаточно эффективна реклама у блогеров. Вот, поэтому, в целом, это могло бы привести к более, ну, к большему эффекту и к каким-то быстрым результатам. Если, например, у нас есть ресурсы, это уже другая ситуация, если у нас есть ресурсы, если у нас сфера, в которой мы видим, что мы многое можем рассказать, что у нас есть, что показать, и что нам важно показать наш продукт с разных сторон, чтобы его пользователь видел вот наглядно. В таком случае стоит рассчитывать на какую-то долгосрочную перспективу и очень тщательно, стабильно заниматься развитием канала. И тогда мы понимаем, что мы наращиваем нашу лояльную целевую аудиторию, которая будет подогреваться нами и которая впоследствии будет легко конвертироваться в наших клиентов. Вот, поэтому, но это более долгосрочная стратегия. При этом, в целом, мы можем эти две стратегии легко совместить. То есть мы можем применять разные инструменты, мы можем заниматься развитием канала, стабильно снимать ролики, продвигать его. И при этом мы можем просто запускать периодически, там, раз в какой-то период определить, что нам необходимо запускать какие-то рекламные кампании для того, чтобы все-таки увеличить еще дополнительный трафик на сайт и для того, чтобы увеличить количество конверсий лидов, продаж. Я не знаю, может быть, это даже будет немножко удивительно, но это бизнес, это производитель стальных дверей. Производитель стальных дверей. Как ни странно, ну, там, предположим, не так, возможно, ну, не миллионы подписчиков, но там очень большая активность. У них очень интересный, полезный контент, и, ну, реально, люди приходят на этот канал, они смотрят, они проявляют там какую-то активность, и затем они приходят, когда в магазин, мало того, что их меньше консультировать нужно продавцов, потому что они уже многое знают, но более того, они выбирают именно эту компанию, потому что у них уже есть лояльность к бренду. На данном канале в основном публикуются видеообзоры, но какого рода? Там рассматриваются какие-то насущные вопросы и проблемы, там, о выборе дверей, о том, как вообще, из чего состоит стоимость, да, как она, ну, складывается, скажем так. Потом, допустим, такие какие-то моменты, советы, как там самому что-то сделать, предположим, какие-то вопросы рассматриваются, да, качество дверей. Там даже есть, ну, типа, краш-тест, грубо говоря. Это, ну, допустим, если говорить про нашего клиента, у него двери очень взломостойкие, то есть у них высокая взломостойкость. Вот, и, соответственно, на эту тему тоже можно снять множество материалов. Ну, то есть пока что я не вижу, что у них исчерпываются эти темы, они продолжают снимать, продолжают рассказывать много интересного, и показывать и производство, и тонкости, ну, лаки. Ну, то есть здесь важна демонстрация тоже, важно видеть, что за продукт, как он выглядит. И, соответственно, вот такие каналы, да, они помогают показать, как вообще использовать продукт, как он смотрится, какого он качества. И это лучше, чем миллионы текстов написанных, которые ты прочитал. Здесь ты можешь реально наглядно посмотреть, и пользователю это важно. И вообще, сегодня так это, ребята аплодировали, очень вдохновили развивать дальше наш YouTube-канал, и хочется понять, вообще спасибо, кто подписался, можете ли вы оставить в комментариях, во-первых, отзыв о выступлении, реально, вот про плюс я узнал, хорошо бы узнать про минусы, что затянуто, может быть, не хватило какой-то темы, что бы вы хотели еще услышать, какие темы поднять на YouTube-канале, если вы начали его смотреть. Если вы давно смотрите YouTube-канал, то было бы здорово еще знать, кто вы, потому что мы сейчас пытаемся понять нашу целевую аудиторию YouTube-канала, и, может быть, мы рассчитывали, что это все-таки больше будет связано с бизнесом, руководители, маркетологи, специалисты, те, кто работает в компаниях, да, которые думают о том, как продвигать проекты в целом с помощью видео. Но, мне кажется, также есть и специалисты. Будет здорово, будем благодарны, если напишите, чем вы занимаетесь. Можете, конечно, скинуть, это вообще будет офигенно, какой-нибудь в Instagram аккаунт, ссылку, или просто напишите, чем вы занимаетесь, какая ниша, или там должность, специальность, все что угодно, и что вы бы хотели увидеть на канале, будем обязательно делать. Первый пример – это компания, это Coworking Center, совершенно новый предприниматель, который до этого был военным, он решил открыть свой первый бизнес, привлек инвесторов, нашел возможность арендовать помещение, сделать там ремонт, и сделать там Coworking Center. В одной точке? В одной точке, да. Соответственно, для предпринимателя, естественно. Он обратился к нам за видеороликом, и, естественно, мы это сделали. Буквально в первый месяц продвижения видеоролика он подписал 60% площадей, уже подписал договора на сдачу их в аренду. То есть он запустился раньше, чем у него закончился ремонт. То есть вот он в июле, в июле мы запустили этот видеоролик, в августе у него уже были подписаны договора, открытие было запланировано на начало сентября. И он настолько быстро запустил свой первый бизнес, что, собственно, потом открыл второй и третий бизнес, и каждый раз начинает продвижение с видеоролика, потому что видит, что это работает, приносит результат. Это была одноминутная инфографика, объясняющая преимущества данного коворкинг-центра в формате такой маркетинги, то есть презентация, что кому для чего, как оно работает, было объяснено. И поскольку еще шел ремонт, то это все было показано в инфографике. Он еще хотел снимать видеосъемку с открытия, но понял, что одного ролика достаточно для того, чтобы он решил свою маркетинговую задачу и привлек клиентов. Мы ему подсказали, что это нужно сделать таргетированную рекламу на предпринимателей, которые живут в ближайших районах и могут заинтересоваться, арендовать в центре города этот коворкинг-центр. Собственно говоря, таргетирована реклама ВКонтакте, и он получил этот результат. Только ВКонтакте? Да, ВКонтакте он показывал, у него не было никакого сайта, он показывал этот видеоролик, и в конце были его контакты. То, что я видела у предпринимателей, у руководителей, у собственников, причем и у малых бизнесов, и у крупных бизнесов, они, как правило, видео рассматривают как какую-то разовую задачу. То есть видео нужно для того, чтобы поставить его на сайт. Причем относятся к этому как не первой необходимости, и, собственно говоря, как какой-то дополнительный инструмент. Хотя на самом деле возможности видеомаркетинга намного шире. И первое, конечно, что я бы рекомендовала предпринимателям, руководителям, собственникам бизнесов, это, в принципе, изучить стратегии видеомаркетинга, кейсы различных компаний и того уровня, к которому они хотят прийти. А потом уже, собственно, продумывать свою собственную стратегию, ставя цели определенные, задачи какие-то, понимая, как они хотят это все реализовать. Потом уже искать продакшн, либо подрядчиков, либо фрилансеров, в зависимости уже от цели, от задач. Если узкая целевая аудитория, если конкретно, там, не знаю, миллиардный контракт, но и точечных потенциальных, там, до 100 клиентов, да, то, соответственно, конечно, не нужна контентная стратегия видеомаркетинга, да, достаточно рекламной поддержки, снять презентационный фильм, там, ролик-кейс, который объясняет о том, как это работает, ваша услуга или продукты. И, собственно говоря, этого вполне будет достаточно. Но можно еще там экспертное интервью снять, да, с разработчиком и видео с собственником, который, собственно говоря, это все затеял, да, то есть, ну, 4 видеоролика, которые помогут, будут сопровождать этот материал. Ну, конечно, это то, что широкое употребление товара, да, это одежда, продукты питания, спортивные товары, да, медицинские товары, это 100%, да, то есть, то, что люди покупают, ну, достаточно часто, и есть сегмент B2C, да, в B2B тоже это, если продукт планирует долго существовать, если это не разовый какой-то контракт, а где вы будете продавать какой-то нужный в B2B продукт, но он будет долго и на достаточно широкую аудиторию. Более подробно изучить целевую аудиторию, потому что зачастую бизнес почему-то не слишком хорошо знает свою целевую аудиторию. И, ну, на основании чего? Какие-то данные в любом случае есть у бизнеса, есть там отдел продаж, есть менеджеры по работе с клиентами, в общем, нужно более плотно пообщаться, возможно, самому пообщаться с целевой аудиторией, если, допустим, у вас недостаточно данных, как бы это странно ни звучало. Если есть эти данные, то я бы рекомендовала еще порыться на просторах интернета. Каким образом? Полазить на форумах, полазить в соцсетях ваших, в соцсетях ваших конкурентов. Ну, то есть, это такая масштабная аналитическая работа, когда вы просто сидите, роетесь в различных источниках, на различных площадках и собираете оттуда данные, а именно мнение вашей целевой аудитории. Наверняка вы найдете там, ну, очень много полезной информации, очень много нового, и, возможно, даже удивитесь. Вот. Поэтому, собрав уже все эти данные, вы можете структурировать вашу целевую аудиторию, а именно разделить ее на несколько сегментов. Ну, возможно, если это актуально. Причем у этих сегментов будет различный портрет, у этих сегментов будут различные потребности, различная мотивация, и у этих сегментов будут разные возражения. Соответственно, когда вы определяете эти сегменты с их основной мотивацией, возражениями, у вас уже есть возможность как-то проработать это. То есть, вы понимаете, а что нужно показывать данному сегменту, чтобы его заинтересовать, и чтобы разубедить его, переубедить его в чем-либо, и, соответственно, убедить его в том, что ваши услуги или вашим продуктом нужно пользоваться поэтому это дает именно понимание о том какой формат нужно снимать ну и я прям вот рекомендую заниматься анализом конкурентов неважно планируете вы зайти на youtube или вы просто хотите разово снять какую-то видеорекламу однозначно идите на youtube набирайте просто в поиске сферу деятельности вашу либо какую-то смежную смотрите какие популярные ролики смотрите какие каналы но с большим количеством подписчикам с активностью то есть смотреть какие фишки они используют какие теги они используют какие ролики снимают какого формата и в этом вам может помочь в анализе конкурентов например такое такой сервис как видайкью сделали бы я порекомендала сделать какую-то сравнительную табличку где вы выписали бы какие-то там основное количество подписчиков основное там количество просмотров на роликах то есть вам самим это нужно вам в первую очередь вам нужно структурировать весь материал и понятия что вообще популярно что вообще набирает просмотр что интересно какие комментарии пишут и ну как бы нельзя подходить вообще к этому вопросу и к созданию роликов ну просто так вслепую вот когда вы все это помониторите посмотрите по анализируйте у вас будет понимание а в каком направлении лучше двигаться я это вижу и и и и и